В рамках всемирной выставки Экспо 2017 состоялось сразу два серьезных турнира в стендовой стрельбе. Чемпионат Азии и Гранд Бри. Проходит соревнование на современной базе, которая без всяких сомнений может стать новой достопримечательностью столицы. Здравствуйте, меня зовут Артем Петров. Вы смотрите программу Олимп. В ближайшие 10 минут будет очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрельбище находится в пригороде Астаны. Можно сказать, максимально далеко от Экспо-Сити. Тем не менее, это не помешало гостям и участникам всемирной выставки посетить увлекательные соревнования по стендовой стрельбе. Тем более, что здесь состоялись сразу несколько серьезных турниров. Седьмой чемпионат Азии – это регулярное соревнование, в котором принимают участие спортсмены азиатского континента. Еще один турнир – Five Stand Global – это первый турнир международного уровня, разработанный Казахстанской Федерацией Спортивной Стрельбы. Приятным бодусом которого стал розыгрыш Гран-при Экспо-2017. Таким образом, за неделю в международных соревнованиях приняло участие около тысячи стрелков из 50 стран мира. Общий призовой фонд составил более 100 миллионов тенге. Не правда ли отличный стимул для спортсменов? Побороться за денежный приз собралась вся элита мировой стендовой стрельбы. Впрочем, для Казахстанской Федерации Стендовой Стрельбы все эти старты – еще и отличная возможность протестировать новое стрельбище, спортивную базу и техническое оборудование. Строительство этого спортивного объекта площадью почти 20 гектаров – уже историческое событие для всех казахстанских стрелков. Такого современного комплекса у них не было никогда. Раньше спортсменам приходилось ютиться в тесных помещениях или арендовать территорию на время. Сейчас стрелковые площадки казахстанцев могут позавидовать, пожалуй, все зарубежные соперники. Теперь благодаря такому сооружению можно развивать спортивную стрельбу на мировом уровне. С самого начала, как мы узнали, что Азиатская конфедерация решила дать возможность провести седьмой чемпионат Азии по стендовой стрельбе именно в городе Астане, я принимал активное участие в подготовке этого стенда именно к этому мероприятию. То есть соответствие нашего стенда, клуба «Таргет» к международным стандартам Международной федерации стрелкового спорта ICSF и Азиатской конфедерации стрелкового спорта ASC. Могу вам сказать, что здесь данный клуб, данное стрельбище оснащено по последнему слову техники. Что касается электронной системы, на данный момент это одна из мировых компаний, которая оборудует именно стрелковые стенды по последнему слову техники. Что касается электронных табло-результатов, подсчета очков, онлайн-результатов. И что касается оснащения именно по технической стороне, допустим, те же машинки, это у нас стоят финские фирмы. Одна из лучших тоже в мире фирм, которая производит оборудование именно для стендовой стрельбы. То есть наш стенд по оснащенности, по технической, находится на лучших позициях, потому что все оборудование у нас новое, все проверено, все от лучших производителей. И сам стенд очень красивый, и все иностранцы, кто сюда приезжает, с кем я не общался, все очень довольны, им очень нравится наш стенд. Данный чемпионат Азии – это проверка данного стенда на то, как он оснащен, и на то, насколько он готов в будущем принимать те же Кубки мира, те же чемпионаты Азии, либо какие-то гран-при. Со своей стороны хочу сказать, что я надеюсь, и я уверен, что в будущем у нас будут и Кубки мира, и другие чемпионаты Азии, и, соответственно, и гран-при какие-нибудь, потому что судейской коллегии, иностранным стрелкам, официальным лицам очень нравится наше стрельбище. Ну, по итогам этого соревнования будет написан отчет техническим делегатам в Международную стрелковую федерацию, и я думаю, что он будет положительным, и что в дальнейшем, надеюсь, очень надеюсь, что мы будем принимать уже у себя не только Кубки мира, но и, может, еще и примем чемпионат мира. Для этого у нас есть все предпосылки. Новое столичное стрельбище уже назвали самой технически сложной площадкой. Дело в том, что в Астане и окрестностях очень ветрено. Такие погодные условия – настоящий вызов для стрелков и идеальное место для тренировки. Спортсмены из других стран также оценили уникальность учебной базы, и уже сейчас в федерации ведут переговоры об условиях аренды стрельбища для учебно-тренировочных сборов спортсменов Арабской стрелковой федерации. Я в Астане второй раз. Был, как говорится, еще давно, когда был еще, назывался Целиноград. Это было еще давно-давно. По поводу этого стрельбища могу сказать, что стрелять – одно удовольствие для меня. Для стрелков, конечно, погода, ветер, когда или идет фронт, или идет в спину дует, то есть как бы идет тяжеловато стрелять, тарелки сильно варьируют по воздуху. Вот и все. Организация хорошая, все хорошо. Главное показать результат, на что мы готовы. Все мы вышли из Советского Союза, все сборные, которые сейчас представляют, все 15 республик, которые раньше были в СССР. То есть я был в сборной СССР раньше вместе с казацкими спортсменами. То есть школа Ламаты была очень сильная. Был такой чемпион мира Александр Асанов, именем которого назван стрельбище в Ламате. Ну и как бы очень школа сильная. Первый раз я на этой базе приехала сюда в первые соревнования. Очень удивлена, приятно, что такое стрельбище, такая база. Вообще для тренировок, для соревнований крупных, даже, ну вот как эти соревнования, прекрасные. Очень хорошее впечатление. Это самое главное, иметь базу, где можно тренироваться, где можно жить. И самое, что интересное, что здесь, вот я 4 дня здесь нахожусь, здесь каждый день ветер. Это очень хорошо для тренировок. Потому что в сложных условиях тренироваться, это замечательно. Плюс еще психологическая нагрузка, давление. Ну, кто-то справляется, кто-то нет. Поэтому я и говорю, что тренироваться при ветре очень, очень замечательно. Оценить высокую техническую оснащенность спортивного объекта, проверить свою меткость или открыть снайперский талант может буквально каждый. Ведь в свободное тренировок время наших профессиональных спортсменов стрельбище будет открыто для жителей и гостей столицы. Такая практика широко развита, например, в кувете. Благодаря этому стендовая стрельба там, можно сказать, национальный вид спорта. Он и так был популярный, но сейчас еще стали более популярны. Много народу приезжает на тренировки. У вас дети, взрослые приезжают чисто отдохнуть и пострелять. Ну и профессионально занимается очень много людей. Поэтому у нас сборная большая. Надеемся, что будет так продолжаться. Причем, чтобы просто пострелять, не нужно покупать дорогостоящее ружье. Оружие можно взять на прокат. Для этого на стрельбище работают инструкторы, которые научат вас обращаться с оружием. Правильно выбирать позицию, стойку, ну и, наконец, метко стрелять по тарелкам. В других странах практически все подобные сооружения пользуются большой популярностью и уже стали успешным коммерческим проектом.